Молния работает. Статья обыкновенные чудеса, помещенная в нашем журнале номер 6 за 1961 год, вызвала большой интерес у читателей. Редакция и автор статьи получили много писем с просьбой рассказать более подробно о машинах и установках, работающих на принципе использования электрогидравлического эффекта. Ниже публикуется статья инженера Юткина, в которой он отвечает на вопросы наших читателей. Для взрывания валунов негабаритов горных пород в целике нам разработан, кроме уже описанного способа, метод так называемого теплового взрыва. Короткий и мощный импульс тока сравнительно низкого напряжения 0,5-6 кВт поступает на закорачивающую электроды тонкую металлическую проволоку, ленту или трубку. Эта проволока мгновенно испаряется, образует токопроводящий канал, замыкающий электроды. Объем канала взрывообразно растет, увеличиваясь в десятки тысяч раз по сравнению с начальным объемом металлического проводника. В жидкости возникает гидравлический удар, тождественную тому, который возникал и при искровом разряде. Метод теплового взрыва позволяет осуществлять взрывание горных пород либо совсем без бурения, либо с забуриванием очень неглубоких шпуров. В первом случае между электродами по поверхности камня натягивается тонкая проволочка или кумулирующая лента. Электроды с проволочкой и отражателем помещают в эластичную ванночку, наполненную водой. Энергия импульсия подбирается таким образом, чтобы вызвать разрушение объекта за один удар. И приводится на рисунки схема теплового взрыва. В противном случае испаряевшаяся проволочка должна быть заменена новой. Более просто осуществлять взрывание мелко шпуровым способом. Здесь шпур глубиной 10-20 см опускается, закрепленная на электродах проволочка, цилиндрическая или конусная спираль, или даже один виток ее проволочная петля. При этом кумулятивный конус спирали вызовет усиление удара в дно шпура, а взрыв витка вызовет направленный раскол объекта в плоскости расположения витка. Как обычно, взрыв, произведенный этим способом, будет совершенно безопасен для окружающих. Очистка литья Кроме уже известных и описанных нами вариантов устройств для очистки литья, следует указать, что в ряде случаев, когда очищаемые детали являются массовыми крупносерийными изделиями и не слишком велики по своим габаритам, очистку их следует осуществлять на автоматах или полуавтоматах. Поступающая к ним по конвейеру деталь берется рукой автомата с конвейера и устанавливается в зажим, погружающей ее в ванну очистки. Затем один или несколько электродов, расположенных в ванне с водой, совершают программированные движения, осуществляя очистку. Очищенная деталь снова выдается рукой на конвейер. Мелкие литые изделия, независимо от их формы, целесообразно очищать от земли и бригара в устройстве, конструктивно подобном бетономешалке. При этом во вращающийся барабан загружается партия изделий, подается вода и разряды, возникающие между электродами, введенными внутрь барабана и слоем изделий на его дне, создают электрогидравлические удары, очищающие детали. Крупные изделия следует очищать с помощью электрогидравлического монитора импульсной струёй воды в смеси с песком, галькой или металлической дробью. Есть и другие области, где могут работать прирученные молнии. Как уже неоднократно указывалось с нами, удаление литейных стержней электрогидравлическим способом осуществляется легко и быстро. Для очень крупных изделий, которые невозможно погрузить в ванну, выбивание стержней рационально вести сверху, заделывая временными пробками против утечки воды все боковые выходы стержней. Здесь на рисунке очистка крупных литых деталей. Вот оно подъезжает, опускается, обрабатывается и дальше едет. Так, это электрогидромонитор. Вода, здесь разряды и всё это влетает отсюда. А это очистка мелких деталей. Очистка мелких деталей в электрогидравлической мешалке. Ну, понятно, я думаю. Затем, перетаскивая изделие краном, осуществляет выбивание и боковых стержней, заделывая пробками уже очищенные входы. Работа ведётся трубчатыми электродами с ручным управлением с подачей воды через полость электрода. Следует указать, что очистка боковых поверхностей крупных изделий может вестись также и устройством, подобным швабре, представляющим собой тишевидную полость, размещенную в ней электродами. В полость чаши непрерывно подаётся вода. Такое устройство интенсивно освобождает изделие от формовочной земли и менее интенсивно от бригара. Утилизация металлической стружки В настоящее время всё больше применений находят методы утилизации металлической стружки с пеканием в брикеты. Сейчас для нагревания рисуемой стружки широко применяют сварочные трансформаторы. Однако с их помощью трудно получить необходимые для этих целей токи большой силы. Если в разрядный контур электрической схемы, служащий для воспроизведения электрогетерического эффекта, вместо разрядного промежутка включить большую обмотку понижающего трансформатора с отношением, например, 1 к 1000, то с одного-двух витков меньше его обмотки может быть снят ток в миллионы ампер. В самом деле, если в рабочем искровом промежутке у нас при 100 кВт текли токи в 10 кА, то меньший обмотки ток может достигать 10 000 кА при 100 В. Практически полученный ток будет, конечно, меньшим, но он в много раз больше тех токов, которые можно получать от обычных сварочных агрегатов. Кроме спекания стружки, этот метод может быть широко использован для точечной сварки, получения импульсных плазменных струй, большой мощности и так далее. И приводится схема прессования металлической стружки. Вот этот трансформатор, здесь прессовывается стружка, вот действие мощных импульсов, спекается. Бесшахтная добыча руд. Метод коллоидного обогащения руд, о котором говорилось в предыдущих статьях, позволяет осуществить в одной из своих модификаций бесшахтную добычу. Этим способом могут добываться все токопроводящие руды, прежде всего сернистые и углеродистые соединения металлов. Наиболее интересной особенностью способа является возможность разрабатывать с его помощью очень бедные залежи, вырабатывать до конца старые уже заброшенные разработки и, что особенно важно, от вала извлекать всю руду, оставляя действительно только пустую породу. Для разработки месторождения этим способом к продуктивному пласту с поверхности бурится сетка скважин. Расстояние между ними зависит от богатства руды, определяющей проводимость. Однако, даже в очень бедных рудах это расстояние не должно быть меньше 10 метров при 100 кА питающего напряжения. В каждой скважине взрывается заряд, чтобы получить, возможно, большее растрескивание пласта. Схема разработки отвалов. После этого в скважину опускают электроды, таким образом, чтобы каждый положительный электрод был окружен скважинами с отрицательными электродами. Затем, последовательно, каждая отрицательная скважина должна делаться положительной и отрицательной. Электроды отрицательных скважин выполняются из водопроводных труб, через которые одновременно с подачей импульсов непрерывно ведется откачивание образующегося коллоида. Подводка к положительным электродам выполняется из изолированного кабеля. Вода в положительные скважины подается по трубам, которые в нижней части соединяются с резиновыми шлангами. Каждый импульс, подуваемый на электроды, распадается вниз, в забой, на многие миллиарды отдельных крохотных разрядов. Эти разряды превращают в коллоидное состояние только орудную составляющую породы. Таким образом, на поверхность в виде коллоидного раствора выдается только чистый концентрат руды, а вся пустая порода остается внизу под землей. Поскольку подобного рода разряды могут мегирировать от своего среднего положения на много метров в стороны от линии кратчайшего расстояния между электродами, то всякого рода карманы или изгибы пластов будут также обработаны этим способом. Отсюда с очевидностью следует, что данный способ особенно целесообразен для зачистки старых выработок. Чрезвычайно перспективным представляется разработка этим способом терриконов из старых отвалов с целью извлечения из них рудной составляющей. Для этого отвалы или террикон должен быть выровнен бульдозерами, разбит на участки и обнесен валом. Электроды устанавливаются в центре и по краям каждого участка. Интенсивная подаваемая вода и в некоторых случаях перемешивание позволяет быстро удалять образующийся коллоид. Коллоидное закрепление грунтов. Мы уже говорили об электрогидравлическом методе закрепления грунтов. Опыт показал, что добавка или нагнетание в песок, полученного описанным способом коллоида железа, вызывает активное связывание частичек песка в монолитную массу. Одновременно за счет увеличения объема возникающих химических соединений и образования гелий закрываются промежутки между частицами песка и он в случае необходимости может быть водопроницаемый. Если добавка коллоида будет невелика, то песок может сохранить водопроницаемость в необходимой степени. Этим способом можно закреплять плывуны при проходе метро и строительстве других сооружений, закреплять намывные песчаные плотины, вводя коллоид в пульпу, подаваемую по трубопроводу. При их намыве, а также закреплять песчаные основания при строительстве железных и шоссейных дорог. Как уже указывалось, применение данного способа может сделать тело намывной песчаной плотины водопроницаемым. Получение коллоидных смесей. Чем тоньше порошок, тем труднее смешать его в равномерную однородную массу с другими таким же порошком. В то же время коллоиды, например, металлов, могут найти самое широкое применение в порошковой металлургии. При получении жиропрочных и жироупорных металлокерамических сплавов в качестве покрытия и тому подобное, получение смесей коллоидов металлов и неметаллов, предлагаемым нами способом, весьма несложно. При этом в электрогидравлическое устройство, служащее для этой цели, загружается смесь из металлических стружек или опилок и керамического порошка. В процессе электрогидравлической обработки металл измельчается, а его частицы идеально перемешиваются как между собой, так и с керамической добавкой. Очень важным является и то, что большинство коллоидных частичек металла возникает в виде микросплавов из различных металлов, составляющих смесь. Применение вибросмазки. Как и следовало ожидать, наибольший интерес вызвало кратко описанное в статье вибросмазка. Это интенсивная развивающаяся сейчас область импульсной механики, действительно имеет очень широкие перспективы развития. По-видимому, в ближайшее время можно будет говорить о появлении новых обширных разделов техники импульсных, аэродинамики, гидродинамики. Уже сейчас есть основания полагать, что транспортные средства на так называемой воздушной подушке являются далеко не лучшим решением вопроса, что наше представление о судах на подводных крыльях, как и о последнем слое техники в этой области, претерпит значительные изменения. И что, наконец, проблема многовековой давности свободный полет человека с помощью несложного и недорогого устройства, доступного всем подобного велосипеду, будет полностью решена. Несколько необычные конструктивные решения устройств, использующих принципы вибросмазки, но похожих на привычные нашему глазу конструкции, искупаются их органичности и простотой, оставляя широкий простор творчеству конструктора. Более подробно об этих новых способах и устройствах для перемещения транспортных средств по суше, воде и воздуху в соответствии с многочисленными запросами читателей будет рассказано в следующей статье, помещенной в одном из ближайших номеров журнала. Виюткин, инженер.